Роша 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 А если при трате денег на заповеди он тоже скуп, то это знак, что он копит деньги из любви к ним, а не ради выполнения воли Творца. Продолжим читать то, что говорит Рош. Продолжение следует. Поэтому Рош особенно предупреждает в отношении денег. Вдумавшись, человек поймет, что никогда не сможет получить от мира больше, чем ему было назначено в Роша Шана, когда на небесном суде определяется, сколько средств будет дано каждому человеку на будущий год. Ведь у Всевышнего есть множество способов, чтобы лишить человека незаработанных им удовольствий, которые он попытается приобрести за свои деньги. Итак, заповедь осторожно относится к деньгам. Но посмотрим чуть дальше. То, что говорит Рош. Пусть вас меньше заботит трата денег, чем трата слов. Вы слышите? И пусть ваши уста не спешат произнести дурное, пока не взвесите свои слова на весах разума. Слова дороже денег. Это открытие Роша. А теперь давайте поймем. В свое время я вам рассказывал историю, как мой учитель Равицкак Зильбер говорил про человека, который занялся похоронами и выкупил тело Маорама из Рутенберга и перезахоронил его с нееврейского кладбища на еврейское. И в ту же ночь открылся ему Маорам из Рутенберга, это один из величайших баолей Тосафот, который жил в Германии, который был учителем Роша. И сказал ему, я могу просить на небе, чтобы ты получил богатство, и все твои потомки до прихода Машеха будут баснословно богаты. Или ты можешь выбрать и оказаться в духовном мире возле меня. Этот человек выбрал оказаться в духовном мире возле великого учителя еврейского народа Маорама из Рутенберга, который пошел на самопожертвование, чтобы его не выкупили, и чтобы он не вышел на свободу, чтобы в будущем эти князьки, немецкие князьки не арестовали еврейских мудрецов и не требовали за них выкуп. Так вот, когда Равыцкак закончил эту историю, он сказал, я бы выбрал деньги. Мы все ученики воскликнули, Равыцкак, как? Он говорит, вы не понимаете, сколько заповедей можно сделать деньгами. Ну а теперь вернемся к тому, что открывает нам Тора. И сказано так, главе Рээ, сказано так, «Не будет у тебя нищего, ведь благословит тебя Бог в стране, которую Он дает тебе в удел, чтобы овладел ты ею». Не будет у тебя нищего. Но через пару строчек написано так, «Не переведутся нищие на земле, поэтому я повелеваю тебе, пусть твоя рука будет щедрой, давай в долг брату твоему, беднякам твоим и нищим твоим в стране твоей». Явное противоречие, и на это отвечает Раши. «Если вы будете полностью исполнять волю Творца, то не будет у вас нищего». Это то, что было у горы Синай. Все сорок лет не было нищих. У всех было ман, и все заняты были изучением Торы. Больше того, бывшие богатые в Египте учили бедных о том, что можно ощутить во вкусе мана. Это было милосердие. Но здесь сказано «не будет», а здесь «будет». И заповедь «Потохтифтах», то, что сказано, «Потохтифтах, отъятка». Открывай, открывай руку твою брату твоему, беднякам твоим, нищим твоим в стране твоей. И отсюда выводит талмуд, что сначала я должен помогать близким своим. И из близких, если у моих родителей нет денег на еду, и у моих детей, кому я должен дать? После шести лет я даю своим сыновьям и дочерям этот сдака. Я не обязан этот сдака, эта милость, чтобы сын шел по прямому пути, изучал Тору, и чтобы дочь научилась правильно себя вести в моем доме, а не вынуждена была зарабатывать в других домах. Но если голоден мой отец и мать, я прежде всего должен накормить их. Откуда это учится? Приводит Баля Тури. Это учится из того, что сказали сыновья нашему праотцу Якову. Мы спустимся в Египет и возьмем еду, приобретем еду для тебя и для наших сыновей. Сначала отец Яков, а потом их сыновья. Теперь, после этого близкие мои, после этого те, кто находятся в моем районе, после этого те, которые в моем городе, потом нищие других городов и так далее. И написано в Шулхана Рухе, что жители земли Израиля раньше, чем жители за границей. И тогда что получается? Я должен понять, кто перед кем у меня долг больше, перед жителями моего города или перед бедными земли Израиля. И Бах в Шулхана Рухе постановил, что жители моего города, даже за границей, раньше, чем жители земли Израиля. Но с одним исключением. Дальше рядом Талмуд приводит про выкуп пленных. Это великая заповедь, и она отодвигает даже помощь бедным, потому что нет в тебя более бедного, лишенного и еды, и одежды, чем тот, кто оказался в плену у неевреев. Но там Рамбом приводит закон про то, что есть целая иерархия, кого раньше выкупать, кого позже. Сказано, что Коин раньше, чем Ливий, а Ливий раньше, чем Израиль, а Израиль раньше, чем тот, кто принял еврейство, и так далее. Но на последнем месте стоит Мамзер. Но продолжает этот Талмуд, что если Мамзер, он талмит Хахам, и он находится в плену. А рядом с ним первосвященник, Коин Гадоль, но Амарец, не ученый еврей, я должен сначала выкупить кого? Еврейского мудреца. Несмотря на то, что у него самое плохое происхождение. Он не может жениться на еврейке. Все потомки его будут Мамзерым. Но мы спасаем его. Почему? Потому что Тора жизни. Благодаря ему Творец дает пропитание всему миру. А дальше это то, что постановил Рамбом, и это то, что приводит Равхайм Каневский. Бедные его города раньше, чем жители даже земли Израиля. Но если это еврейский мудрец, то он раньше, ему надо помочь раньше, чем даже бедным его города. А обычно посланники Ешиев, то есть главы Ешиев, главы Колили, отправляются за границу для того, чтобы хотя бы найти деньги, чтобы поддерживать свои Коли или свои Ешиевы. И это давняя традиция поддерживать жителей земли Израиля. В основном это для еврейских мудрецов. И я хочу вам привести одну историю. Это история, которая рассказана была Равином Нета Шломо Зильбером из города Монси. Монси – это небольшой город рядом с Нью-Йорком. И вот он встретил драйвера. Это водитель, который за определенный процент развозит посланников Мешулахим из земли Израиля по адресам богатых евреев. И вот как-то он вез одного очень серьезного главу Ешивы. И вот он приехал, постучался и был принят в доме богатого бизнесмена и попросил помощь для своего и для своей известной Ешивы. Тот достал чековую книжку и написал очень маленькую сумму. Глава Ешивы проявил настойчивость и описал перед своим собеседником те огромные расходы и долги, которые есть у его Ешивы и у ее филиалов. И попросил пожертвовать большую сумму. Но этот бизнесмен рассердился и сказал, отдайте чек назад. А дальше он передал раввину главе Ешивы. Я попросил бы вас вычеркнуть меня из списка ваших спонсоров. Пожалуйста, ко мне больше не приходите. Однако этот Рошь Ешивы был известен не только своими глубокими познаниями в Торе, но и своим остроумием. Он вовсе не растерялся и не впал в замешательство. А ответил этому спонсору очень спокойно. Я готов исключить вас из списка наших спонсоров. Однако знайте, что как только ваше имя исчезнет из моего списка, возможно, на небесах вас исключат из списка богатых людей. Я предплажил бы вам, прежде чем я окончательно решу больше к вам не обращаться за помощью, хорошенько подумать, действительно вы хотите этого или нет. Эти слова прямиком проникли в сердце этого предпринимателя. И он пошел на попятную. Он попросил прощения у Рожьи Шивы и выдал ему новый чек, который был в десятки, а может и в сотни раз больше того первого чека. Но задается вопрос то, что задают дети и задают нерелигиозные евреи. Ну, что это такое? Я своим трудом зарабатываю деньги и должен отдавать каким-то этим, которые сидят и бородками своими трясут над талмудами. Поэтому я хочу сказать, что этот вопрос задал Раби Акиву и это записано в Вавилонском Талмуде в трактате Баба Батра и так говорит Раби Мейр. Если Творец любит бедных, почему он сам не помогает им? И он отвечает, чтобы мы спаслись от геенома, от наказания через 120 лет в месте духовного очищения, гееном, то, что по-русски переводят как ад. И на самом деле это Барайта и это то, что спросил римский наместник Турнус Рупус у Раби Акивы. Причем Талмуд говорит Турнус Рупус Араша злодей. Если всесильный ваш любит бедных, почему он сам не дает им пропитание? Ответил ему Раби Акива для того, чтобы мы были спасены от геенома, от наказания в гееноме. ответил ему Турнус Рупус наоборот вы за это получать должны гееном. Что это такое? Я приведу тебе пример на что это похоже. Царь рассердился на одного из своих слуг, на своего раба и поместил его в тюрьму и приказал не давать ему ни хлеба, ни воды. И вдруг нашелся какой-то человек, который дал этому бунтовщику хлеб и воду? Разве царь не будет на него гневаться? А ведь вы называетесь рабы, еврейский народ. Килибна Израэля Вадим, так написано, мне сыном я Израэля рабы, ответил ему Раби Акива. Я приведу тебе пример, чтоб ты понял, о чем идет речь. Подобно тому, что ты сказал, только если царь рассердится на принца и поместит его в тюрьму и прикажет не давать ему ни еды, ни питья, и найдется какой-то человек, который накормит и напоит принца, скажи, будет сердиться на него царь или вознаградит его. А почему мы сравниваемся с сыновьями, потому что сказано «Бани матем ля шем ло кэхем» «Вы сыновья творцу всесильному твоему». Не успокаивается Турнос Рупус злодей и говорит «Эй, когда вы называетесь сыновьями?» «Когда вы исполняете его волю, а когда вы нарушаете его волю, вы называетесь рабы». «Так как же ты мне возражаешь? Это раб, которому не полагается ни еда, ни питье». И тогда ответил ему рабе Акива «Мы находимся у вас в подчинении, мы находимся в притеснении, поэтому тот, кто дает голодному хлеб, бедным?» Это вызывает радость у Отца нашего, который на небесах. Сыновья либо рабы. Я хочу сказать, мы уже приближаемся к дню Великого Суда Рошешена, и в наших молитвах мы говорим «Им ки боним, им ки ободим, либо как сыновья, либо как рабы. Если мы сыновья, то уже пожалей нас, как жалеет отец своих сыновей. А если мы как рабы, то наши глаза устремлены на тебя, и то, что ты нам приказываешь, мы исполняем». Я хочу вам привести одну историю, которая происходила 50-60 лет тому назад в Израиле. И вы знаете, что соблюдающих евреев было меньшинство, и относились к ним достаточно, ну, как социалисты относятся к верующим. Вы помните, в Советском Союзе везде была написана цитата из Маркса «Религия опиум для народа». Вот так мы строим светлое будущее, кибуцы, общие столовые, общие дети, а вы что-то еще сохраняете, какие-то древние эти обычаи, вы не понимаете, что все это сказки, легенды, Бен-Гурион сказал «Оставим меня Шаарим, будут туристы приходить смотреть, ой, вот эти, вот эти, с пейсами это». Но бунтовщики, они могут замышлять много, а реализуется только то, что замысел ислам творец. Ведь сказано так в конце последнее Мишне Перке все все что сотворил творец в этом мире не сотворил, но только для своего почета, для своей славы. А от кого творец может получить самый большой почет? Только от того, кто может не давать ему почет. Только по свободному выбору своему человек может принять на себя власть творца и этим проявить почет творцу. Только от других человек получает почет. По этому примеру, если бы я обязан был петь славу творцу, как то, что написано в Перекшира, то, что составил наш царь Давид и царь Шломо, все творение поет славу твою творцу. Деревья, муравьи, мухи, слоны, все творение это слава творца, которая заключена в них. Но я, человек, именно от меня творец ждет самого большого почета, потому что я могу выбрать исполнять его волю, а могу быть бунтовщиком. И вот эта история, которая произошла, может быть, даже и 70 лет тому назад, в одном Машаве, где жили религиозные евреи, и очень они следили за тем, чтобы у них, в их окружении не было нарушения субботы. И вот в субботу после молитвы, а может, это было между молитвой Шахарет и молитвой Муса после чтения Торы, вдруг вбежал взволнованный человек в синагогу и закричал возле ворот нашего Машава на рельсах. Сейчас евреи нарушают публично субботу. И вся синагога, как они были в Толитах, они вышли из Машава. И они вышли и за границей своего Машава. И на рельсах увидели группа рабочих, разбирала там рельсы, чинила что-то, и во главе стоял прораб. И они пришли к нему и сказали, как вы можете нарушать субботу публично, нарушать субботу. Он говорит, оставьте. Я ведь тоже хотел бы быть дома сейчас, в своей семье, но мои начальники мне приказали, и пока мы не кончим работу, мы не уйдем. Да, но сейчас же суббота, суббота. Мы евреи, мы получили указание от Творца соблюдать субботу. Знаете что, принесите мне письменный документ, что я не могу здесь сейчас делать эту работу, и тогда я спокойно уйду и буду сидеть дома со своими детьми. И вдруг вперед вышел небольшой еврей, который был очень тихий, никогда никакие споры не ввязывался. И вдруг все увидели, как он закатывает рубаху на правой своей руке. Все думали, сейчас он хочет дать ему оплеуху. А он подошел к нему и говорит, тебе нужен документ, который бы удостоверял, что мы евреи, и мы евреи получили от Творца указание соблюдать субботу вот это указание. И он показал на номер, который был выжжен у него на руке. Это удостоверение я получил в лагере освенцами. И вдруг произошло что-то странное. Этот прораб побледнел. И вдруг он закричал, мой брат, ты мой брат. он заплакал и обнял этого еврея. А потом он от него отодвинулся и потянул рукав своего, своей рубашки. И на правой руке у него оказался такой же номер. Он сказал, я получил, я получил этот документ. Я обещаю тебе, что теперь я буду слушаться только того, кто дал нашему народу эти заповеди и дал нам святую субботу. А мои начальники пусть говорят, что говорят. Вы понимаете, сыновья вы Богу вашим. Кто это вы? Это мы с вами. И мы получили от Творца его Тору, чтобы ее реализовать. и мы получили этот знак нашей выделенности Святую Субботу. Им ки боним, им ки а водим, либо как сыновья, либо как рабы. Но это ты наш царь, ты наш отец. ки ки Продолжение следует...